Если попытаться заглянуть в мир инфекционных заболеваний и вирусов, вы увидите, что один выделяется на общем фоне. Это грипп. Грипп обладает невероятным потенциалом. Он способен уничтожать целые группы населения. Это чудовищно. К несчастью, его недооценивают. Многие говорят, у меня грипп. Это всего лишь грипп. Грипп – смертоносный вирус. Только в США он ежегодно уносит десятки тысяч жизней. Миллионы жителей подвергаются заражению. А число новых штаммов стремительно растет. Если говорить о самых страшных пандемиях в истории, то грипп может занять первые четыре места в этом страшном списке. Это как ядерная бомба среди вирусов. Пока нам везет. Правда, неизвестно, надолго ли. Вирусы появились миллионы, возможно, миллиарды лет назад. Вирусы повлияли на мировую историю и эволюцию человека. Они встречаются повсюду. Такое многообразие форм редко увидишь. В чайной ложке морской воды можно обнаружить миллионы вирусов в одной ложке. Без клетки вирус — ничто. В этом случае он абсолютно безвреден. Вирус — это маленькая упаковка с белками и генетическим кодом. Он проникает в клетку и обманывает ее. Это троянский конь, вынуждающий клетки воспроизводить новые копии вируса. И тогда вы заболеваете. Вирусы способны эволюционировать, мутировать. Некоторые считают вирусы врагами, которые всегда готовы напасть. Я с этим не согласна. Не все вирусы причиняют вред. Это лишь одна из апостасей вируса. Они неотъемлемая часть жизни. Борьба продолжается, вирусы меняются и адаптируются. И наша задача — эволюционировать быстрее вируса. Джастину 28. У него грипп. На рентгене явно виден некроз тканей, но легкие у него в порядке. Ясно. Всем спасибо. Спасибо. Вирус гриппа крайне опасен. Ведь его поведение невозможно предугадать. Сейчас у нас нет методов, чтобы точно назвать дату начала очередной пандемии. Ее ареал или число заболевших и умерших. Это серийный убийца, живущий по соседству. Непонятно, в какой момент он может сорваться и напасть на нас. Нет. Итак, начали. Раз, два, три. Грипп — это острое респираторное заболевание, вызываемое заражением дыхательного тракта вирусом. Грипп трудно с чем-то спутать. Поднимается температура, все тело ноет от боли. Наблюдается кашель, воспаление горла, мышечная боль. Боль в груди, в суставах, сложно встать с кровати. Десять дней вы чувствуете себя разобранным на кусочки. Вирус гриппа передается воздушно-капельным путем при кашле и чихании. Он попадает на ладони при касании предметов. Продолжительность его жизни выше, чем у многих других вирусов. Он очень устойчив. На вас могут чихнуть, допустим, в метро. Если человек прикрыл рот, а потом протянул вам эту руку. Так что распространяется вирус очень быстро. У некоторых зараженных могут наблюдаться серьезные осложнения. Например, вирусная пневмония. А в самых тяжелых случаях отказывают органы. В США тысячи жителей ежегодно умирают от осложнений после гриппа. А в больницы с этими осложнениями попадают сотни тысяч человек. По нашим подсчетам, каждый год в мире от гриппа умирает от 150 до 400 тысяч человек. Это ужасно. Поэтому среди болезней грипп удерживает пальму первенства. Легко распространяется, заражает, никого не щадит. У него все признаки смертельно опасного заболевания. Вирус – маленький микроскопический сверток. Чем-то похожий на шарик. У него два главных поверхностных гликопротеида, которые торчат, как шипы. Своим видом они напоминают леденец на палочке. Это рабочая часть вируса. Первый – гликопротеид гемогглютинин. Благодаря ему вирус проникает в клетки. Второй – гликопротеид нейроминедаза. Восвобождает вирус и вновь образованные вирусные частицы с поверхности зараженных клеток. Существует два серотипа гриппа, названные в честь гемогглютинина и нейроминедазы. Для краткости просто H и N. Каждый гликопротеид имеет разновидности. Один, два, три, четыре и так далее. Отсюда название вирусов – H1N1 или H2N2. Грипп – это не просто один вирус, а целая группа вирусов с разнообразными вариациями. Существуют тысячи штаммов вируса, но самое прискорбное, что грипп может образовывать множество комбинаций. При одновременном заражении клетки двумя вирусами может получиться новая разновидность. Из-за мутации и рекомбинации разнообразие вирусов безгранично. Все известные разновидности гриппа произошли от вируса, заражавшего диких птиц. Не всех подряд, а только водоплавающих. Уток, гусей, куликов. Эти птицы считаются природным резервуаром вирусов гриппа. Популяции этих птиц исчисляются миллиардами особей, они мигрируют, и эйрозгриппа постоянно перемещается вместе с ними. Но, как правило, он им не страшен. Это заповедник Майпо. Тут обитают дикие птицы. Мы собираем образцы их экскрементов. С их помощью мы сможем обнаружить у птиц вирус гриппа. Важно отслеживать перемещение вируса в дикой природе. Мы пытаемся предвидеть, какие штаммы могут вызвать пандемию в перспективе. Такая профилактика даст нам преимущество в борьбе с вирусом. Но особая беспокоенность вызывает следующее. Вирусы водоплавающих способны выходить за границы водоемов и селиться в совершенно другой среде. Некоторые выбирают переносчиками домашнюю птицу, другие — скот, свиней. Еще одни выбирают лошадей. Тогда это конский грипп. В случае собак — это собачий грипп. Ну, и так далее. Эта способность перемещаться и приспосабливаться к разным носителям дает гриппу огромное преимущество. Мы не можем его контролировать. Передача от одного вида к другому чревата мутациями, рекомбинациями, обменом генетической информацией. И появляются новые, ранее неизвестные штаммы. Легкость передачи от птиц к животным и человеку, а потом от человека к человеку, привела к тому, что грипп стал столь опасным вирусом. В каком-то смысле он король инфекционных заболеваний. Легко распространяется, легко уничтожает. Сочетание столь же опасное, как пламя и бензин. Каждый год вирус гриппа поражает жителей планеты. В разных странах фиксируются новые штаммы, новые комбинации, а затем они разносятся по всему миру. Все разновидности гриппа, если смотреть на их генетику, являются родственными. Правда, некоторые можно обнаружить только у человека. Например, сезонный грипп – это такой дальний родственник, который поражает человека. Этот штамм вируса гриппа ежегодно передается от человека к человеку. И его сезонность проявляется в зимние месяцы. В странах с умеренным климатом грипп активизируется зимой. Из-за холода люди стараются реже выходить на улицу и сидят в помещениях. Вспышки гриппа случаются ежегодно. Они называются сезонными, поскольку происходят в одно и то же время каждый год. Со временем сезонный вирус гриппа эволюционирует. Человек вырабатывает иммунитет, а вирус, в свою очередь, старается его преодолеть. Каждый год вирус меняется, и нам нужна новая вакцина. Изготовление вакцин – самая сложная задача, которая стоит перед медицинской биологией. Мы рассмотрим результаты исследований вирусов и определим, для каких нужно разрабатывать экспериментальную вакцину. Два раза в год представители партнерских центров ВОЗ собираются, чтобы определить состав противогриппозной сиворотки на будущий год. Специалисты со всех стран приезжают обсудить открытия. У нас есть образцы вирусов из 56 стран Африки, Ближнего Востока, а также из Гонконга. За вирусами гриппа постоянно наблюдают. Всеобщее наблюдение ведется в том числе и в больницах. Человек заболел, обратился к врачу, у него взяли пробы и отправили их на анализ. У нас порядка 140 лабораторий по всему миру. Цель исследований – убедиться, что основа вакцины содержит полный набор характеристик актуальных вирусов, распространенных среди людей. Если допустить ошибку и штаммы уже не актуальны, это может привести ко множествам жертв. Решение принимается за полгода. Именно столько времени нужно для изготовления вакцины. Мы выслушаем заключение комиссии о составе вакцины. Мы словно смотрим в хрустальный шар и решаем, через полгода получат распространение вот такие штаммы. Будем надеяться, что угадали. И беремся за вакцину. Вот так это и происходит. Вакцину изготавливают в куриных яйцах. Эту технологию разработали в середине 20 века. Ее используют, потому что она работает безотказно. Для каждой дозы вакцины нужно свое яйцо. Сюда ежедневно доставляют миллионы яиц. Когда наступает сезон гриппа, мы загружены круглосуточно в любой день недели. И производство не останавливается. Сотрудники работают днем и ночью. С момента получения яйца до отправления вакцины заказчикам проходит в среднем полгода. И почти 70% этого времени вакцину проверяют в отделе контроля качества. Время между выбором компонентов и самим производством вакцины дает вирусу преимущество. Производство вакцины начинается с введения в яйцо одного из четырех штаммов, которые подобрала ВОЗ. Для вирусов яйцо одна гигантская клетка. Они заполняют его своими многочисленными копиями. Затем производители извлекают вирусы, очищают и испытывают. Процесс не быстрый. После инъекций яйца помещают в инкубатор для репликации вирусов. В инкубаторе яйца находятся два-три дня. После прививки каждое яйцо просвечивают. Это визуальный осмотр, который проводят перед сбором жидкости. Она и станет вакциной от гриппа. Потом из яиц откачивают жидкость. Мы ее очищаем, насыщаем, убиваем химическим путем вирус и с помощью фильтра стерилизуем. Во время вакцинации человеку вводится ничтожное количество препарата. И не все задумываются, сколько этапов проходит вакцина, прежде чем попасть в безопасном виде конечному потребителю. Нужны тысячи специалистов, сотни проверок, качество. И лишь потом вакцину получают те, кому она нужна. В Соединенных Штатах производят 150 миллионов ампул в год. Хватит на треть населения страны, но точно не для всего мира. очевидно, современные вакцины важны для спасения жизни и предотвращения болезни. Но они не панацея. Это одиночный выстрел по быстро движущейся мишени. Если посмотреть срез за последние 10-15 лет, за некоторые цифры стыдно. Эффективность 10%. Лучший показатель это 60%. Кто-то скажет, что цифры не впечатляют, но это помогает сократить число заболевающих гриппом почти вдвое. Крайне сложно убедить население делать прививки. Многие американцы не спешат прививаться от гриппа. Не все верят, что они полезны. Родители не доверяют прививкам. С прививками от гриппа связано много мифов. Они якобы сами провоцируют грипп. Делать их не стоит, это бесполезно. Но научные исследования говорят об обратном. Многие считают, мне сделали прививку, а через 3 дня я заболел гриппом. Это все из-за прививки. Неправда. Вакцина это мертвый вирус. Он уже не способен заразить. Он лишь подталкивает иммунную систему к дальнейшей работе. Прививки против сезонного гриппа это лучший вариант. Не идеальный, конечно, но это единственное, что есть в нашем распоряжении, чтобы предотвратить распространение. В перспективе мы надеемся получить более эффективную вакцину продолжительного действия. Есть такие виды гриппа, против которых пока нет вакцины. Ведь с ними никто не сталкивался. Именно они вызывают пандемию, которая охватывает всю планету и губит ее население. Население Земли гибло в результате войн, стихийных бедствий и страшных болезней, таких как оспа и бубонная чума. Если сравнить цифры, наряду с этими событиями, грипп также угрожает человеческой цивилизации. В отличие от кори и других известных вирусов, которые не меняются годами и десятилетиями, грипп характеризуется определенной подвижностью. То есть время от времени появляется новая форма, способная вызвать пандемию. это совершенно новая разновидность гриппа. Несезонная и ранее невиданная, неизученная. Пандемия гриппа это появление новой формы вируса, деятельность которой оказывается очень разрушительной. Никто не знает на что она способна. Количество погибших может быть угрожающим. В мире не раз наблюдались страшные пандемии. Первую пандемию вызвала испанка в 1918 году. За всю историю не было пандемии хуже. Она имела огромное историческое значение. Население оказалось не готово к такой вспышке. Вирус испанки дал о себе знать в июле 1918 на севере Европы сразу после Первой мировой войны, когда война закончилась. Солдаты возвращались домой, некоторые заболевали. Во время транспортировки больные солдаты находятся в тесном контакте, что позволяет вирусу развиваться без препятствий и с огромной скоростью. Вирус распространился среди войск Западного фронта и пошел дальше по всему миру. Для жителей больших городов и маленьких поселков он проносился как лесной пожар. Добрался даже до отдаленных деревень на Аляске. Жертвам не было конца. закрывались школы, больницы были переполнены. Заболевшие умирали в таком количестве, что тела хоронили в общих могилах. Люди оказались беспомощны. Изолировать источник болезни нельзя. Нет вакцины, иммунные сыворотки, лекарств, ничего нет. Многие страны теряли большую часть населения. Только на Индостане погибло 17 миллионов человек. В США 700 тысяч. За одну неделю в Филадельфии от гриппа скончались 4,5 тысячи больных. Невероятно. Чудовищно. Все с большим трудом могли осознать и поверить в то, что происходит. Грипп оказался очень заразным, а еще пугала странная кривая смертности. Этого вируса. Обычно умирают дети и старики, но в этом случае умирали люди в возрасте 20-30 лет. Этим запомнился 1918 год. Таинственной вспышкой заболевания. Смертность от гриппа не так высока, как от оспе, некоторые штаммы которые убивают 50% населения. Грипп всего 1-2%. 1-2% кажется немного, но когда заболевает почти каждый, счет уже идет на миллионы. По оценкам, в тот год погибло 50 миллионов человек. Самое беспощадное событие в истории человечества. Испанка убила десятки миллионов человек, а затем сошла на нет. Вирус прекратил распространяться, поскольку проник во всевозможные регионы. Дальше двигаться было некуда. Неизвестно, откуда взялась испанка. Проанализировать вирус тогда было невозможно, так что это остается загадкой. Но это послужило неопровержимым доказательством, что даже в новейшее время мы уязвимы перед инфекционными заболеваниями. если это случилось однажды, то вполне может повториться вновь. Ситуация ухудшается, население Земли растет, а самолеты и другие виды транспорта позволяют перемещаться по всему миру. В случае повторения испанки сотни миллионов человек во всем мире погибнут от новой пандемии. гриппа. Мы к этому не готовы. Нельзя забывать, если такое событие не случилось, это не значит, что все обошлось. Просто не наступило его время. В этом регионе на юге Китая местные жители покупают живых коров. там можно на месте выбрать ту, что понравилось. Ее при вас зарубят, а потом вы приготовите из нее обед. Что касается инфекционных заболеваний, то на рынке, куда птицы поступают со всех уголков планеты, эти инфекции легко и быстро распространяются. мы были уверены, что вирус гриппа среди кур не может передаваться к человеку, но в 97-м убедились в обратном. В 97-м году в Гонконге мы впервые поняли, что вирус гриппа может напрямую передаваться от домашней птицы к человеку, и это опасно. В мае 97-го в Гонконге заболел трехлетний мальчик, но после госпитализации ему стало только хуже, а через пять дней он умер. Диагноз поставить никто не смог. Вирус удалось выделить, но когда его попытались проанализировать, оказалось, что это не человеческий вирус гриппа. Он походил на птичий вирус H5N1. Эта новость взбудоражила общественность, ведь раньше о случаях заражения людей птичьими вирусами не было известно. Тогда постарались не привлекать особого внимания к случаям еще на двух-трех фермах. Там тоже появился вирус H5N1, который зафиксировали и у погибшего ребенка. Сотрудники СС приехали на этот рынок рано утром и обнаружили десятки мертвых птиц. Мы провели исследование и установили, что практически на всех рынках в Гонконге живая птица заражена вирусом H5N1. Затем обнаружили еще несколько случаев заражения человека этим вирусом. Болезнь протекала необычно, с тяжелыми осложнениями. Из 18 случаев 6 закончились летальным исходом, то есть 33%. Страшнее всего была высокая смертность от этого вируса. Возможно ли, что вирус станет еще устойчивее? Да, есть такая вероятность. Наибольшее опасение вызывало передачу вируса от человека к человеку. Это беспокоило больше всего. И, конечно, тревогу забили во всем мире. Речь уже шла о возможной пандемии. В ответ Гонконг попытался уничтожить источник распространения вируса. Ученые полагают, что кур источник нового вируса гриппа, и сегодня по постановлению правительства в Гонконге истребили всех кур. Решение радикальное. В Гонконге оно наделало много шуму. Всех кур уничтожили, и это сказалось на экономике. Но это сократило присутствие вируса на рынках, где продавали живую птицу. После принятых мер новых случаев заражения человека птичьим гриппом в Гонконге не фиксировали. Нам очень повезло, что он не стал распространяться по всему миру. Вот самый ужасный возможный вариант развития событий. Смертоносный вирус передается от птицы к человеку, а затем от человека к человеку. Это привело бы к пандемии. Но, к счастью, этого не произошло. однако, H5N1 не исчез полностью. В 2003 году в Таиланде зафиксировали заражение вирусом. В 2003 и 2004 это случилось во Вьетнаме, а в 2005 в Индонезии. Жители не пострадали, но погибли тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч птиц. После первого появления птичьего гриппа мы поняли, что он становится мировой проблемой, но считали, что США он не угрожает. В США птичьим гриппом заражены миллионы кур, индеек и уток. В 16 штатах более 5 миллионов 25 миллионов 33 миллиона и всех их придется уничтожить. Крупнейшая вспышка птичьего гриппа в истории США. У промышленных животноводов миллионы кур и уток живут в замкнутом пространстве. Грипп обожает толпу, непосредственный контакт, поэтому огромная птицеферма для него плодотворная среда. Пока птичий грипп не преодолел этот рубеж, но если он сменит вид носителя, перестроится и начнет передаваться от человека к человеку, трагедии не избежать. Нет оснований думать, что вирус не найдет эволюционной лазейки, чтобы с легкостью заражать нас. Тогда люди начнут умирать в огромных количествах. если мы не найдем выход. Когда распространение вируса гриппа носит статус пандемии, он действует стремительно. И это страшно. Если где-то начнется пандемия, пускай даже в Антарктиде, она дойдет и до нас. 2009 год стал типичным примером того, как мало нам известно о гриппе. Все думали, что следующая пандемия начнется в Азии, а началась она в Мексике. Всем казалось, что источником будут куры, а стали свиньи. Новые жертвы свиного гриппа в Мексике, очаги эпидемия. Сначала из Мексики стали приходить сообщения о частых случаях гриппа, вызванных несезонным обострением. Это было непривычно. Первые случаи потрясли количеством жертв среди молодых людей. Мы немедленно сообщили в ВОЗ. Мне позвонили и сказали, приезжайте немедленно, приезжайте срочно. Дело очень срочное. Я домчалась в мгновение ока, а домой вернулась только дня через два, три. Жители были обеспокоены, старались побыстрее вернуться из Мексики в Соединенные Штаты. Все подумали, что это конец повторения сценария восемнадцатого года. в Случаи заражения в Нью-Йорке, в Калифорнии, Техасе. Распространялся вирус очень быстро через людей. Случаи заражения были зафиксированы почти во всех странах. Тогда встал вопрос, как с этим бороться? Нужна вакцина, а ее нет. Мы провели секвенирование вируса, чтобы определить его геном, и обнаружили, что это грипп H1N1. Обычно люди болели человеческой формой этого вируса, а это была свиная разновидность. Это был гибрид. Некоторые его гены были от свиного гриппа с американских континентов, но нашлась и пара генов от гриппа, распространенного в Азии, и в Европе. И это не просто грипп, а сборный вирус, как чудовище Франкенштейна. Тройной реассортант. Это значит, что у него несколько разных ДНК. Вирусы, которые жили в птицах, попали в организм свиньи, и там перемешались. В легкие свиней попадают человеческие птичьи формы гриппа, и потом внутри. Все перемешивается. Птичий и человеческий грипп соединяются с клетками свиней, и в итоге может получиться грипп, опасный как для человека, так и для свиньи. Мы испугались, это был H1N1 вирус, с которым мы сталкивались, но только новая его разновидность. Более смертоносная. Каждая новая пандемия требует новой вакцины, а на производство нужно время, полгода, а может даже и больше. Но за это время может многое произойти. Правительство инициирует выпуск 200 миллионов ампул вакцины в свободный доступ. Некоторым она жизненно необходима. В 2009 правительство США незамедлительно запустило вакцину в производство. на это были брошены абсолютно все ресурсы. Требовалось несколько месяцев. Ужасное положение, не было возможности ускорить этот процесс. Никакой возможности. Будет доступно лишь 45 миллионов ампул вакцины, и это третья часть от правительственного заказа. К тому времени, как вакцину привезли в Штаты, это был октябрь-ноябрь, было уже, конечно, поздно. В Соединенных Штатах и во всем мире количество заболевших было чудовищным. По приблизительным оценкам, из-за этого вируса погибло от 200 до 400 тысяч человек. В основном это были молодые люди. Это очень печально. ужасно. Любая смерть это трагедия, но были в этой ситуации плюсы. Вирус оказался не таким свирепым, как испанка, просто не дотягивал до нее. Распространяясь по земному шару, вирус терял свою силу. Нам казалось, что смертность будет выше. Бог миловал ведь подхватить вирус очень легко. нам повезло. Вирус распространялся быстро, но он не был смертельным. В 2009 мы перестраховались, и казалось, что этот штамм уже давно знаком населению. У многих даже выработался к нему иммунитет. Будь это новая разновидность H7N9, H9N2 незнакомая, и начни она распространяться, погибших было бы в разы больше. Из пандемии H1N1 мы извлекли урок пандемия гриппа может начаться где угодно и когда угодно. Грипп может появиться там, где население каждый день непосредственно сталкивается с животными. В каждой стране есть фермы, где разводят скот, птицу, свиней. Нам каждый день несказанно везет. Ведь грипп всегда может стать причиной чьей-либо смерти. Вероятность этого очень высока. Я не имею представления, когда грянет следующая пандемия. Но некоторые виды вируса, присутствующие у птиц и свиней, вызывают опасения. Поэтому грипп всегда находится под нашим неусыпным контролем. Там, где люди находятся в тесном контакте с птицами, риск появления новых вирусов многократно возрастает. На этом рынке продают живых птиц. Мы часто проводим мероприятия по контролю вируса, потому что рынок можно назвать зоной повышенного риска для его распространения. В результате проверок вирус гриппа обнаруживают в 4-30% всех собранных образцов. Рынок является благоприятной средой для его распространения. на подобных рынках много диких животных. Домашние куры бегают среди уток, среди других птиц, в том числе и диких. Это увеличивает риск заражения вирусом. Я понимаю потребителей. Они хотят свежее мясо, хотят видеть товар. Но это опасно. Если хоть одна птица инфицирована, то и остальные с легкостью заразятся. Это происходит по цепочке. Фур держат не в клетках, они бегают, бегают по земле, собирают всякую грязь. Здесь царит полная антисанитария, но люди торгуют птицей. Опасность на каждом шагу. Вирус может оказаться в экскрементах, в крови. По результатам наших наблюдений, крайне опасной является и вода, в которой моют тушки, и которую потом просто сливают на землю. В таких условиях предотвратить развитие болезней, патогенной микрофлоры фактически невозможно. Люди приносят на рынок птиц, но бывает, что их не продают. А те уже успевают вступить в контакт с другими зараженными птицами. И вот их приносят обратно домой, и они контактируют с домашними птицами, и возникает опасная ситуация. Многие фермы располагаются на заднем дворе домов. Вот тут и покупают мясо. А здесь, пожалуйста, куры, утки, свиньи, быки, коровы и даже буйволы. Фермерские хозяйства в Юго-Восточной Азии – идеальное место для развития вирусов. Многие фермеры разводят кур, свиньи, уток в непосредственной близости друг от друга. И благодаря этому соседству птичий грипп смешивается со свиным, а тот, в свою очередь, очень легко смешивается с нашим, с человеческим гриппом. Смею вас заверить, что новая пандемия гриппа не за горами. Только точная дата неизвестна. И если мы хотим ее одолеть, нужна вакцина. Вирусологи мечтают об универсальной вакцине. Эта универсальная вакцина при раннем введении обеспечит более долговременную защиту. Ее эффект будет длиться десятки лет. Сделают прививку один раз, и больше не надо бояться ежегодного сезонного гриппа. Плюс она защитит от следующей пандемии. Эту проблему решают по-разному. Главным объектом изучения является молекула гемоглютинина. Мы уделяем внимание головкам ее отростков. А другие считают, что главное стебли. Их изучение поможет одолеть штаммы. Кто-то изучает белки, входящие в состав вируса, проводит доклинические и клинические испытания. С помощью молекулярной биологии мы стали улучшать вакцины от гриппа. Выражаясь языком физики, мы совершили квантовый скачок по сравнению с тем, что было 20 лет назад. Но это еще не предел. Нужно, чтобы исследования стали приоритетом для всех стран. В прошлом году совокупно было потрачено 35 миллионов долларов на улучшение вакцин против гриппа. Очень мало. Нужно понимать, что от этого зависит наша безопасность. А это не так уж сложно. Нужна лишь политическая воля, а также понимание, что решение этого вопроса принесет выгоду всем сторонам. гриппа Мне кажется, что новая пандемия гриппа неизбежна. Но вот глобальная катастрофа вряд ли. Вирус преподнесет нам еще не один сюрприз. Вопрос заключается в том, будем ли мы готовы. Это ... ... ...